Торнадо Энерджи! В общем, прошу к этому ролику отнестись серьезно, в ролике я расскажу про танки, которые сейчас имбуют, но в следующем патче 1.9, по крайней мере по состоянию на запись этого ролика, да, перестанут имбовать, потому что разработчики решили их понерфить, вот, и чтобы как-то подсластить эту пилюлю, покажу вам двух победителей с прошлого ролика, которые выиграли по одной тысяче игрового золота, ну и напомню, ставьте лайкосик, пишите комментарии по теме ролика, в конце комментариев указывайте свой танковый ник. Напишите в комментариях, какой из этих танков вам жалко больше всего, хотя на самом деле, ребят, сильно расстраиваться я смысла не вижу, причина банальная, все эти танки песочные, то есть низкоуровневые, а у нас в игре давно существует проблема, как вы знаете, что есть у нас любители низкоуровневого геймплея, которые, ну скажем так, для новичков являются настоящей проблемой, потому что игра у нас непростая, хоть она и кажется простенькой, да, нужно знать уязвимые места, механику работы маскировки, засвета, рассчитывать боекомплект, в общем, достаточно много всего нужно знать, и если вы это все знаете, умеете пользоваться кустами как минимум, то у вас большое преимущество перед противником, а если вы еще играете на имбовой технике, то для новичков это совсем самая настоящая головная боль. Таким образом, разработчики решили при переводе, переделке всех этих веток, понерфить несколько песочных имб, и первая у вас уже на протяжении пары минут на экране, это Т-67, американская ПТ, пятого уровня, отличается отличной маскировкой, высокой динамикой и очень комфортным орудием. Отличается это все в патче 1.8, в патче 1.9, этот танк ждет уныния, скорее всего, и он уже не будет такой нагибучий, примерно то же самое произошло с Хеллкэтом. Вот прям сценарий развития я вижу один в один, я вам сейчас просто скажу, что с ним происходит, а вы поймете. Первое, что я отметил, это высокая динамика, 60 км в час вперед и 31 лошадиная сила на тонну веса, это показатель далеко даже не у самых лучших ЛТ-шек присутствует. Поэтому разработчики решили вообще убрать двигатель мощностью больше 400 там с чем-то лошадей, заменив его на двигатель с мощностью 380 лошадиных сил, таким образом у танка стало 25 лошадей на тонну. Это все равно много, но уже гораздо меньше, чем было, то есть знаменитая вот эта динамика, она будет утеряна. Также разброс орудия от движения ходовой, то есть от того, что вы двигаетесь, будет на 14% больше. А когда вы будете поворачивать, неважно, на ходу, а если на ходу, то еще и во время движения, или на месте, неважно, также на 14% разброс орудия будет увеличен. Время прицеливания у орудия, с которым все в основном играют, будет изменено с 1.7 на 1.9 секунды, это не критично, но все же сводиться придется дольше. А, наверное, самое неприятное, помимо того, что топовый двигатель забирают, да, и разброс ухудшается, это еще скорость движения назад изменена с 20 км в час на 17. Все еще не критично, хелкеты нерфили сильнее, но хелкеты именно после этих изменений перестал так сильно нагибать. Чего не трогали, так это пока что маскировка. Ключевое слово здесь пока что, как вы понимаете, все это может измениться. Но стоит отметить, что разработчики все-таки количество боекомплекта увеличили с 45 до 70 снарядов. Связано это в первую очередь с тем, что всем танкам увеличивают хп, и просто-напросто Т-67 и сейчас снарядиков не хватает, но не хватать их будет еще больше. Ладно, в принципе, с этим танком все понятно, пошли к следующей имбочке песочной. Следующая по-настоящему мощная машина, это, ребят, так называемая броневанна. Ну, серьезно, не я придумал такое название, французская ПТ-шка пятого уровня С-35ЦА. Значит, смотрите, что у нее сейчас есть. Сейчас у нее есть 105-мм орудие. Чтобы вы понимали мощь этого 105-мм орудия, у нее альфа 320 с гигантским пробитием. На голде больше 220, по-моему. Я сейчас могу немного ошибаться, я так на память рассказываю. Чтобы вы понимали, у нее хп 330. И она ваншотит половину танков своего уровня, с которыми встречается. Это как если бы у вас была ПТ-шка на 10-м уровне с пробитием 350, где-то в полтора-два раза больше, чем средняя броня на уровне пробитием. И с альфой где-то 2000 урона. Ну, то есть, большинство танков 10-го уровня способны, если не уничтожить с одного выстрела, то оставить их ваншотными для любого танка 1-го уровня. Вот примерно такая вот пушка сейчас у броневанночки. Да, она не самая быстрая, у нее открытая рубка, да, да и броневанночкой ее называют, ну так, чисто из уважения. Что же делают разработчики в патче 1.9? Удаляют орудие 105-мм. Все, по его просто больше не будет. Они не пошли по пути понерфить это орудие или что-то с ним сделать. Просто нафиг удаляют. А также у предтопового орудия 90-мм время прицеливания увеличит с 2.3 до 2.7 секунды. То есть, даже предтоп будет сводиться целую вечность. Ну, правда, стоит отметить, что накидывают снарядов 65 до 80 для предтопа. Стоимость ремонта машины уменьшают на 23. В принципе, это у всех примерно настолько уменьшает стоимость ремонта на 5-м уровне. Доходность уменьшена на 8%, а прочность измена с 330 до 430. Я сейчас немножечко поясню по поводу стоимости ремонта на 23%. До конца формул этих никаких нет по стоимости ремонта, но можно судить так, что стоимость ремонта идет на единицу хп. То есть, чем больше хп у танка, тем дороже стоит ремонт. Поэтому, увеличивая хп, чтобы не ломать, ну, весь, как он называется-то, блин, баланс по доходности на уровне, они увеличивают хп на 100 единиц, ну, и примерно пропорционально снижают стоимость ремонта, чтобы танк не стал внезапно стоить там в полтора-два раза дороже, да? Вот. Также уменьшают доходность, но это понятно, почему. Количество хп на уровне увеличивается. То есть, один и тот же танк встречается с большим количеством хп в бою, а у нас за нанесение урона, то есть за взятие хп с противника, начисляют кредиты, да? Чтобы вот мелкоуровневая техника не начала резко фармить жестко, вот уменьшают ей доходность. Это как бы, ну, звучит логично, посмотрим, что из этого выйдет. Это касается вообще всех танков, которые будут изменены по хп. То есть, у них у всех стоимость ремонта уменьшается, но она как бы не уменьшается в целом, но уменьшается на единицу хп. Вот. И снижается доходность. С этим разобрались. Идем к следующей машинке. Вот я чувствую сейчас, увидев, что это за машина, или посмотрев там в панель повреждений, прочитав ее название, у многих, кто любит низкоуровневый геймплей, уже прямо они за сердце схватились, такие, нет, только не наш любимый лучик, только не лучик, что же вы, гады, делаете? Смотрите, я знаю, что люкс она называется, ну, все игроки называют ее лучиком. У меня много друзей, которые обожают эту машину, и они говорят, лучик типа ванлав. За что любит этот танк? Ну, маскировка, подвижность, это все понятно. У него есть пуха пулеметная, которая за один, грубо говоря, барабан выдает 10 снарядиков. Каждый снарядик пробивает под соточку примерно и наносит урона под тридцаточку. То есть плюс-минус с одного очень быстрого залпа, ну, относительно быстрого, выносится с противника 300 хп. Напомню, что на этом уровне у противника в плюс-минус 300 хп. То есть этот танк, который с одного барабана за буквально вот считанные секунды способен уничтожить любой одноуровневый танк. Причем с пробитием у него, ну, конечно же, попадая там против более высокого уровня, как, кстати, танк четвертого уровня уже, мы ниже спустились с пятого, попадая там по каких-нибудь КВ-шек, да, там, у него появляются, разумеется, проблемы, но в основном он доминирует над противником. Любит эту машину, их очень много, им будет дико. Что делают разработчики? Разброс орудия вот этого вот пулеметика увеличен на 12% при повороте башни. Ну, пока не страшно звучит, ведь можно же башню не поворачивать. Разброс орудия после выстрела увеличен на 25%, а вы запомните, что стреляет он много и быстро внутри своего пулеметика, да? И теперь на 25% больше будет разброс, то есть недалеко не все снаряды теперь долетят до цели. Мало того, время прицеливания этого же орудия изменено с 2,1 до 2,2 секунды. Не сильно критично, но, опять же, это ухудшение точности после выстрела. Дольше будет, ну, круг подсводиться. Скорострельность внутри барабана для орудия уменьшена на 14%. Возможно, это как-то скомпенсирует все нерфы сверху, потому что, ну, орудие будет успевать чуть-чуть дольше, у него будет больше времени, чтобы подсвестись, но, опять же, это уже не такой быстрый барабан будет, и уже не так эффективно вы сможете сносить, как я сказал, за считанные секунды. Теперь этих четырех секунд станет на 14% дольше. Но стоит отметить также положительный момент. Снарядников у него маловато, 240 всегда было, поэтому количество снарядов увеличено до 424, увеличена прочность до 495, было 310. А с башни Луч-5 была 340, станет 520. В общем, такие вот изменения. Идем к следующей боевой машине. Следующая машина, еще один немец у нас в этом списке. Я с ним не очень знаком, это Panzer-Kamfagen 38T. Слышал, что его очень любят за классную пушку. Ну, ДПМная, с хорошей точностью и так далее, и тому подобное. Пробивает, наносит урон, вроде бы как даже урон ощутимый. В общем, его тоже нерфят. Разброс орудия от движения ходовой увеличивается на 10%. От поворота ходовой также на 10%, что отрицательно скажется на точности этого танка от любого движения. Также, ребят, разброс орудия был 0.37, станет 0.39. То есть точность ухудшается. Время перезарядки орудия было 1.7, станет 1.9 секунды для предтопа. И было 2.3, станет 2.5 секунды для топовой пушки. Количество снарядов также увеличивают. Увеличивают, как его называют, количество ХП. До 445 уменьшают ремонт и прочее. Ну, в смысле, стоимость... Ну, в общем, вы поняли. Стоимость ремонта уменьшена, кстати, наш на 44%, а доходность уменьшена на 24%. Вот так вот, ребят. Короче, тоже машина перестанет как-то сильно имбовать. Пушка станет некомфортной. Ну, и, в общем-то, еще одна имбочка минус. Хотя имбочкой я лично этот танк не считаю. Просто хороший, приятный. Еще одна, ребят, песочная машинка. Лично я с ней также слабовато знаком. Это Мардар 38Т. И что же с ним делают? Время перезарядки орудия 7,5 см изменено с 3,4 до 4 секунд. Снижают ДПМ. Время перезарядки орудия еще одного изменено с 3,2 до 3,8 секунды. Ну, и время перезарядки орудия 7,62. Изменено с 3,6 до 4,3 секунды. В общем, на всех пушках, которые у него есть, снижается ДПМ за счет того, что просто дольше орудия будет перезаряжаться. Время прицеливания. С 1,5 до 1,7. То есть, сведение будет дольше. Количество снарядов увеличивают. Ну, примерно в два раза, плюс-минус. Ну, и все остальное. Количество ХП увеличивают. Доходность уменьшает на 14%. Стоимость ремонта уменьшает на 35%. Так вот, ребят, с этой машинкой поступают. Если коротко, ну, тупо просто снижают ДПМ и время сведения у пушек. Больше ничего не трогают. Ну, от маскировки как игралось, так и будет играться. Единственное, что вот такой вот быстрый ДПМчик, да. То есть, нанесение урона, когда противники на вас рашат, уже будет не так комфортненько. Ладно. Последняя на сегодня машина, ребят. Вообще, самый большой любимец, наверное, всех из вас. Машина легендарная. Пожиратель серебра, я ее называю. Да, я думаю, вы сейчас все догадались, что я говорю про ПЗ-1С. Это немецкий третий левел. Многие называют его пуху барабанную сварочным аппаратом. Если ничего не изменяет мне память, там, ну, низенькое пробитие, небольшой урон с одного выстрела, и кассета там что-то чуть ли не на 40 снарядов, по-моему. Ну, то есть, он реально за пару секунд выпускает огромное количество мелких-мелких снарядиков. Большинство из них, конечно, не пробивает, но суть заключается в том, что этот танк, ну, он просто пенетрирует любого одноклассника. Не оставляя ему вообще никаких шансов. Причем, из-за такого лютого ДПМа, там вот все, что внутри есть, оно все подвергается диким критам. Экипаж, модули, все. Лютое орудие. Правда, если все, весь барабан пробивает, там, ну, там уже не имеет значения, сколько модуль поврежден, там просто уходит в ангар противник. Дико нерфит эту машину. Прям дичайшим образом. Орудие это называется маузер, на котором все играют. И разброс орудия после выстрела увеличивается на 18%. Вот так вот уже издалека будет сложнее попадать, кучность упадет у танка. Ну, впритык это будет не так сильно заметно. Время прицеливания изменяется с 1.3 до 1.4. Цифры все еще маленькие, но с учетом скорострельности этого танка, это тоже будет ухудшать его точность. В принципе, здесь как у луча. Скорострельность внутри барабана уменьшена на 20%. Он теперь еще и не такой скорострельный будет внутри барабана, между кассетами. Понимаете, да? Теперь перезарядочка чуть-чуть дольше. Ну, точнее, не так. Не перезарядочка. Разрядочка этого барабанчика будет чуть дольше. Зато боезапас увеличивают до 1120 снарядов. Ну, практически в два раза. Такое себе облегчение, да? Будет ли этот танк неиграбельным? Да, конечно, нет. Вообще, все машины, которые я сегодня вам обозначил, они все также продолжат нормально, адекватно играть после патча 1.9. Просто они уже не будут такими имбами, которыми являются сейчас. Потому что эти танки не просто ребалансят, да? Не просто им накидывают хп, им еще либо отбирают какие-то качественные, приятные пухи, ну, либо просто нерфят. Откровенно. Не самым жестким, может быть, некоторым машинным образом, но все-таки нерфят. Надо играть. Надо, ну, хотя бы по 20 боев на каждой машине уже, когда будет конечный патч 1.9, выйдет. Надо поиграть, будет посмотреть. Но пока что, как вы понимаете, у нас есть два четких момента. Сейчас эти машины имбуют, после патча их нерфят. Будут ли они приятными? Посмотрим. На этом, пожалуй, все. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам было интересно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok